Здравствуйте, я Сергей Овчинников, руководитель Центра контр-аварийной подготовки. Я с 1979 года занимаюсь автоспортом, мастер спорта, чемпионат Белоруссии по ралли. Начал с того, что появился мото-велосипед в семье, брат начал, моторчик к велосипеду пристроил, а техника ненадежная, постоянно нужно было что-то крутить, что-то делать, чтобы оно все-таки как-то и ехало. Потом я пересел, потом у нас в семье появился мотоцикл, ИЖ-56 с коляской, я на нем сначала обучался на права, а потом уже у нас Волга 21 появилась, ну, потом лично уже появилась у меня Жигули, как обычно, первая моделька. Поэтому вот так оно и пошло. В школе у нас было УПК, так называемый, где я получил права на категорию С, то есть на грузовой автомобиль. И поскольку это обучение было довольно-таки долго, как бы два класса мы обучались, и мы не только управляли автомобилем, мы еще изучали устройства, мы еще и ремонтировали, двигатели разбирали, поэтому мы довольно-таки глубоко и детально с этой темой работали. Я считаю, очень хорошо, когда вот с самого детства ребенок уже начинает технически что-то делать. Это его будущее, это и мышление другое, это многие другие параллельные дисциплины, там есть электричество, там есть механика, многие процессы, которые вот такое познание как бы жизни и работы руками. Поэтому так оно все и началось. Первый раз за рулем, наверное, сложно вспомнить. Это было, тогда это было неправильно, но тем не менее это было на коленях у моего дяди, ГА-69, в народе называется козел. Когда я маленький и до педал не достаю, просто я руль крутил. Мы ехали по деревне, от забора до забора я уворачивался от них, но он там нажимал педали, чтобы забор не снести. И вот эту змеечку, которую я делал, потом я пришел в автоспорт, и змеечка так и ездил, и до сих пор змеечки так и катаюсь. Поэтому, вот, ну прямо тоже, прямо тоже можно ездить довольно-таки интересно, и с поворотами тоже довольно-таки интересно. Автоспорт, ну это, наверное, вот то, что говорится в жизни. Есть просто случай, который, ну, приводит к чему-то. Мы не знаем, как нам в жизни что и происходит. Я получил права, я поступил в радиотехнический институт. У меня после школы был выбор или на автотракторный идти, или радиотехнический. В принципе, и то, и другое очень нравилось. Но решил, как бы, все-таки радиотехникой, потому что тоже занимался в школе, в секции. А в моей группе в институте был парень Костя Романовский, который сказал, пойдем заниматься автоспортом, у тебя же права есть. Я говорю, ну, пойдем за компанию, пошел. И вот мы как пошли заниматься автоспортом, вот с тех пор, это была секция ДСА, на Боровой она потом переехала, сначала была в центре города, возле Комаровского рынка. И потом уже пошло, пошло, пошло дальше. То есть я пришел в секцию, где была дисциплина, которая называется автомногоборье. Автомногоборье, когда мы фишечки объезжаем. Ну, в принципе, то, что сейчас здесь происходит, это самый первый этап базовое управление автомобилем. Это парковки на время, это змеечки, ну, прожнее различные круг. Ну, вот как в автошколе, только на время. И там было много различных дисциплин, кроме такого вождения, было еще экономичное вождение, было с лавом, а также там был бег на 3 километра, плавание, стрельба, ну, вот именно авто многоборье такой вид. И поэтому вот именно там встретил тренер, там Александр Кодотенко, который показал, как правильный руль крутить, как все нужно делать. И вот я ему благодарен, к сожалению, как бы его уже нет с нами, но тот, который вот привел в автоспорт, и с самого начала заложил вот эти все, как бы, навыки и, наверное, любовь к автомобильному спорту. Он сам занимался ралли. И вот с тех пор я остался в автоспорте, и можно считать, что занимаюсь уже профессиональным автоспортом, потому что и в федерации я занимаюсь автоспортом, и в университетской туры я преподаю, готовлю тренеров автоспорта. Ну, вот так, но везде как бы и осталось. С тех пор, с далекого 1979 года, можно посчитать, какой уже стаж в автоспорте. Вот в автоспорте я вхожу в поворот, и я понимаю, что я не впишусь в поворот, я вылечу в кювет. Я буду что-то делать, притормаживать, подрульть, давай, 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 то есть с надеждой, что выкрутится. То есть я делаю, то есть я не бросил в руль, у меня нет паники, у меня есть действия, чтобы попытаться что-то сделать, чтобы как-то обошлось оно. И даже если я понимаю, что если не обойдется, и я вылечу в кювет, то вот когда я пришел в сердце автоспорта, то тренер говорил следующее, что самое главное правило эролиста, а это тот, кто едет подругивающий в пользование, что если вылетаешь в кювет, то должно вылетать на прямых колесах. Потому что если поворачиваешь, то машина, скорее всего, опрокинется, а у нас нету каркаса безопасности, у меня нету шлема и так далее. Так ведь в спортивном автомобиле-то это и есть все. Но это тоже боковые удары, опрокидывание очень опасное. Поэтому лучше тогда вот с дороги там свернуть и прямее куда-то вылететь. Лучше не деревья, лучше в кусты, лучше вообще без препятствий. Но это появляется тогда, когда есть возможность взгляд отвести. Я понимаю, я вылетаю, значит, что пошло не по плану. Ищешь вариант лучшей выхода из этой ситуации. Спорт очень много. Как любой спорт, он учит дисциплине, он учит самообладанию. И вот этот вид, который я говорил о автомногоборье, в чем его сложность, он один из самых сложных, потому что нет времени раскачаться. То есть вот заезд, например, условно говоря, он там занимает, может быть, 30 секунд, может быть, полторы минуты. И очень много элементов, которые нужно сделать очень точно. Поэтому вот эта концентрация внимания, собранность, настрой. Ну, как любой спорт, он очень многое дает. А дальше уже те навыки, которые получаешь там при управлении автомобилем, при резком рулении, при маневрировании, чувство гови и так далее, это потом уже дальше идет или в другие виды спорта, или в обычное вождение на дороге. Уже понимаешь и видишь гораздо больше всего. Чем больше автоматизм действий у нас при управлении автомобилем, тем больше нашего внимания может быть направлено на дорожную обстановку, на пешеходов, машину, ну и так далее. Тот спортсмен, который хороший уже уровня, он не будет никому что-либо доказывать. Очень часто люди, что становятся до автомобиля, кто кого обгонит. Ну, это же не водитель обгоняет, это же машина, ну, у этого мощнее машина, у этого слабее, так ведь? Поэтому я всегда рассказываю, что условно говоря, представьте, что если бы шумахер в Германии с кем-то гонялся, кто быстрее. Ну, он же шумахер, он же, он знает, что он значит. Поэтому гоняться в городе, это как бы ты пытаешься кому-то что-то доказать, значит, ты не уверен, понимаете? То есть вот это, ну, это, мне кажется, как бы, ну, как-то глупо. Ну, представьте, что там чемпион мира по боксу ходил бы и где-то бы специально в драки попадал, ну, глупо, понимаете? Поэтому автоспорт – это выброс адреналина, который все-таки есть у человека, есть у мужчины. Поэтому выехать на трассу, покататься, посоревноваться, получить навыки – это очень хорошо. Это очень хорошо, они не гоняют на дорогах. Гоняют на дорогах те, кто не занимается профессионально, они пытаются быть, как они, да? Но те, кто, ну, представьте, что он знаменитый человек и попадается на таким нехорошим действием, таким же самым будет, будет как-то неудобно. Вот он его узнает, говорит, ну, как это вы ж такой вот… Ну, представляете, да? То есть поэтому автоспорт – на самом деле безопасность движения. Женщина за рулем, ну, смотрите, женщина тоже, в общем-то, меняется, как бы, и отношение к женщине за рулем в советские времена. Я только в Литве видел женщину за рулем со временем. Это равноправные водители. Если говорить в большинстве, то женщина, она, ну, может быть, потому что как мать, она или будущая мать, она меньше провоцирует вот эти ситуации, она вряд ли будет с кем-то гоняться, подрезать. Понятно, что какие-то исключительные ситуации есть, вот, но все-таки в большинстве случаев она, ну, как бы, более дисциплинированная. Где-то, может быть, какие-то аварии по невнимательности, нету каких-то навыков, но если она учится, если она действительно научилась справляться с той или и с другой ситуацией, она почувствовала автомобиль, то она становится более безопасна, потому что она меньше провоцирует вот эти ситуации. Ну, я как будто в общем говорю. Потому что адреналин у мужчин больше, а у женщин, ну, они все-таки более, ну, как бы, относятся к безопасности более серьезно. Ну, понятно, что это зависит, опять же, и от возраста, потому что если мужчина уже в возрасте, то, скорее всего, что он будет более спокойно относиться, уже не будет совершать какие-то такие действия на дороге. Ну, а если молодой парень, традиционный такой вариант, BMW-3 старенькая, парень за рулем, рядышком девушка, ну, конечно, должен показать, что он может. И вот это, смотри, как я могу, да, вот это может провоцировать те или другие ситуации. Когда вы действительно хорошо едете, это красиво, и все на это смотрят. Даже вот отвлеченная, может быть, такая ситуация, как мы проводим ралли, ну, моя такая основная дисциплина, в Воложинском районе, и начальник ГАИ, ну, он же сейчас перекрытие, в обеспечении безопасности, и вот он смотрит гонку и говорит, что-то Алексей в этом году плоховато едет, понимаете? То есть они видят, что это происходит, и они на самом деле радуются тому, когда высокий уровень мастерства у наших гонщиков. А получалось так, что я занимался автоспортом, потом распорядился на работу, я работал в энергетике, наладчиком оборудования много лет, я параллельно занимался автоспортом. И когда уже возраст уже подошел, уже какой-то выбор делаешь, думаешь, а что же дальше? И вот интересные такие моменты, что я подумал, а кем я хочу быть на этом предприятии? Руковь всем группы? Ну, неинтересно, участка? Нет, цеха тоже не хочу, директором не хочу. Ну, то есть, понимаете, вот не вижу себя будущим. И тогда открылось то, что в Москву случайно попался со своими опять же коллегами, и увидел школу Цыганкова, где как раз вот это экстремальное вождение. И я понял, вот то, чем я занимался все это время, я выписывал книжки тогда по вождению автомобиля, все это конспектировал, как-то разбирался, и я увидел, что вот этот, наверное, и мой путь. Насколько я помню, 1978 год, или 79-й, было решение ЦК, ну, полибюро, КПСС, создать такую программу, потому что много водителей высшестоящих структур попадали в аварию, ну, и погибали в аварию, поэтому оказалось, что водители не умеют справиться с этой ситуацией, и поэтому нужно сделать какую-то программу короткую, адаптированную, чтобы убрать то, что лишнее, то, что, может быть, для обычной ситуации не нужно, а научить тому, что нужно, и чтобы за короткий и довольненький срок можно было базу вот эту давать для выхода из основных экстремальных ситуаций. А другая ситуация была, когда я, опять же, на предприятии собирался ехать в командировку, ну, и с документами пришел к директору, ну, чтобы успел подписать, он выходит, секретарь говорит, вот к вам молодой человек, там, подписать договора, он говорит, тебе сколько лет? Говорит, 33, говорит, какой-то молодой человек, Иисус Христос уже учение создал, это с бумажками, и ушел, а в голове-то оно отложилось. Потом ситуация была, когда мы в Оршу ехали в командировку, в занос попали, я был на месте пассажира, чуть не погибли, но обошлось. Я увидел, что водители не умеют это делать. Ну, то есть, вот как-то оно сложилось, но я потом осознаю, что это было вот это, оно что-то такое в жизни происходит, сразу не сознаем. Ну, поэтому так и сложилось, что я понял, что я именно этим хочу заниматься, но, наверное, для этого я и здесь есть. Наша программа направлена на следующее, именно это контраварийная подготовка. Раньше мы назывались экстремальное вождение, сейчас говорим контраварийное, почему? Потому что экстремальные ситуации это выход из экстремальных ситуаций, а контраварийное это выход из экстремальных ситуаций, с одной стороны, а с другой стороны, как не попасть в них. И поэтому вот здесь мы отрабатываем выход, а на лекционной части мы еще рассматриваем, а как же прогнозировать дорожную обстановку, а как не попадать. Вот этот пешеход может выйти, вот эта машина может выехать, потому что он не смотрит на нас, или может начать движение от припаркованного места, потому что колеса уже повернулись, он смотрит в зеркало. Ну, то есть многие моменты, которые мы понимаем, что не нужно становиться в мертвую зону автомобиля, которая едет рядышком, возле грузовика, возле правой подножки, не нужно проконтролировать там свою зону. Сейчас обратите внимание, какое количество велосипедистов, которые не спешиваются, по правилам можно не спешиваться, а их нужно опять же найти. На самокатах нарушают, пролетают и так далее. Поэтому вот умение, первое, наша защита от экстремальных ситуаций, это в них не попадаться. А второе, это что умение выкрутить из этих ситуаций. Вот программа именно на это и направлена. Постоянно звонят или пишут, даже какой-то пост, а вот спасибо, кстати, была такая-то ситуация. Кстати, вот опять же там в фейсбуке наша ученица написала, она и отрабатывала здесь лосиные тесты и так далее. И вот недавно объехала лося, где-то молодой лось выбежал, ну вот объехала. Поэтому, как бы там ни было, мы все попадаем в экстремальные ситуации. Ну, по-другому быть не может. Дорожные покрытия, участники движения, которые там, пешеход выбежал, ну опять же, животные, ну то есть разные ситуации могут быть. Поэтому, а их не так много, этих экстремальных ситуаций, если говорить. То есть нам нужно будет экстренно тормозить, или надо будет экстренно объезжать препятствия, так ведь, или машину уводить из-за носа, или постараться попасть в поворот и так далее, и так далее. То есть вот эти все элементы, они как бы и отрабатываются. Культура вождения на самом деле ухудшилась, ну может быть потому, ну опять же, на каком-то там, ревном отрезке, потому что автомобиль становится более доступным. Можно автомобиль покупать, можно взять его в аренду, там, каршеринг у нас работает и так. То же самое, если каршеринг, система аренды, она такова, что время и деньги, так ведь? То есть сама система оплаты, она провоцирует на что? Ну, чтобы как-то быстрее проехать. Плюс там навыки вождения, может быть, не очень хорошие. Если то, что мы делаем, если мы понимаем, что можем нарушить, и кто-то не заметит, то с большой вероятностью, если не дисциплинированный, он будет нарушать. Если же он понимает, что это нарушение точно зафиксируется, как, например, камера, которая стоит, то он, конечно же, что сделает? Постарались соблюдать ПДД, потому что придет штраф. Так ведь? Дорога для меня это путешествие. Это путешествие, это интересное путешествие, это в чем-то непредсказуемое. И я бы, наверное, сказал так, что если я еду по дороге, я стараюсь не проглатывать километры, а получать удовольствие от вождения. Очень много всего, что у нас слева, справа. Где-то уже там яблони цветут, где-то еще что-то происходит, там уже какие-то работы, что-то новое произошло, там аисты у них уже там потомство появляется, понимаете? Поэтому и то, что вокруг дороги, и сама дорога. Поэтому это путешествие и предсказуемость 100% быть не может, поэтому нужно быть готовым. Поэтому если водитель едет и он у тебя там ниже к сиденье, он не готов к той ситуации, которая может произойти. Поэтому, мне кажется, это вот интересное путешествие. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok